Он будет жарфировать. И чтобы на уровне тела у него сработал пофигизм. Понимаете? Когда на уровне тела срабатывает пофигизм, мне все равно, да, нет, следующий, следующий, нет этой проблемы, следующий, следующий. На уровне тела нет реакции, что, блин, я как будто не такое, мне страшно. Нету страха, нету когда страх, да, в горле все пересыхает. И его просто учат вот так вот. Ну вот, понятно, да? Знаете, почему у нас только 8 шведов берут юристов и военных? А им все пофиг. Им настолько пофиг, что они не обращают внимание на те неудачи, которые иногда бывают, что они есть всегда, да? Но главная цель это двигаться вперед и понимать, что завтрашний день он все равно будет начать с чистого листа, правильно? Потому что то, что тебе не понравилось, тебе ты скопал и выбросил, и двигайся дальше. И Пушкин тоже писал много стихотворений, не понравилось, вырвал и выбросил. Но сколько раз он писал заново, заново, заново. Поэтому у вас должно быть ощущение, чтобы это приливалось с грудным молоком. Когда вы воспитываете новичка своего, чтобы вы об этом объясняли. Вот эти тренинги, они нужны сейчас не на нашем уровне, это чтобы вам понять, как работать со своими новичками, да? Первый момент его жизни Мари Флейн. Чтобы он понимал, когда он приходит, нужно предупредить, что с ним будет. У тебя будут отказы, у тебя будет негатив, у тебя будут мысли уйти из этого бизнеса. Объясните это. Но при этом у тебя всегда будет сохраняться желание реализовать свою мечту. И ты всегда должен помнить, что реализация твоей мечты возможно именно в Ари Флейн. Гораздо легче, проще, быстрее. Да, можно создать там продуктовый магазин по продаже нам мороженого и так далее. Но это не тот путь, который придет к тебе в успех. И я вообще своим новичкам говорю, вот, по обсудению желания, цели, когда и так далее, я говорю, ты хочешь не бояться? Или ты хочешь чувствовать себя, ты хочешь быть уверенным, более уверенным, да? Часто не усваивается. Ты хочешь не испытывать, да? Чтобы у тебя было чувство постоянного уверенности в себе. Чтобы не было этого страха, а была уверенность. Человек говорит, что? Да. Я говорю, что хочешь, что нужно сделать? Все делается, что нужно делать. Все очень просто. Два месяца подряд ты делаешь по пять контактов в день. То есть вот три каталога. По пять контактов в день. На тему бизнеса, на тему трех возможностей компании Ари Флейн. Если вы здесь закладываете для новичка, говорите об этом, то не возникает, то не возникает вот здесь вот этих моментов, да? А часто это бывает, что вот здесь вот так вот. Часто бывает такое, да? Нет, ну потом, конечно, мы там двигаемся уже дальше. Но вот эти моменты бывают, самокопания и так далее. А знаете почему? Потому что если вот это произошло в начале, когда мы поставили все точки на бьем, когда мы начали объяснять более детально все дальнейшие шаги, что произойдет и как надо себя вести. Тогда человек будет разбираться. Потому что когда человек взлетает в самолете, мы предупреждаем. Если это первый раз в самолете, будет турбулентность и так далее. Он должен себя вести так-то, так-то, так-то. Он может возьмись с собой конфетку успокоительную, чтобы уши не закладывало и все с так далее. То есть предупреждает. Если мы упредим, тогда он не будет удивляться тому, чтобы вдруг что-то произошло, и чтобы он не вынес этого тяжелого удара, которое было внезапно, если называется, да? И чтобы не было страха и была уверенность, я еще рекомендую сразу уже к ключевому партнеру. За два месяца мы с тобой должны провести минимум 30 встреч. Кроме общика возможностей, это индивидуальных с предполагаемыми твоими ключевыми партнерами. 30 встреч. Если хочешь быстро, сразу тебе твои цели вообще важны, и как-то тебе это интересно. 30, пожалуйста, сколько? За два месяца. Ну, три каталога. Это индивидуально. Это не считая тех людей, которых он на возможности приглашает. Не со всеми подряд, на 30 встреч, а с тем ключевым, которые отвечают всем требованиям и планируют стать золотой директором и лучшим. И тогда уже два месяца. Мы с тобой живем везде. Я буду рядом. Мы будем созванивать. Все, кто тебя поддерживает ежедневно звоночков. Поддержка ежедневно звоночков. Этого ключевого, который на это отважился. Это мы уже сейчас по сопровождению пошли, да? Ну, страх за это. Да, сейчас выставь немножко. Значит, это важно. Эти первые два месяца, когда человек после встречи сказал, да, хочу, буду, настрой четкий. Пять контактов в день. Я с тобой каждый день на телефоне, визит, минимум встреч, мы две каталога проводим. Плюс система обучения, вот есть, ходи, обучайся. И тогда, в принципе, человеку вообще будет все равно, как, что ему скажут, как ему дадут. И восприятие будет, да? Хорошо. И мотивация... Для того, чтобы ваш бизнес был более эффективным от ваших мотиваций, необходимо знать то, что вы знаете. Но нужно это правильно использовать. Да? Что я хотел сказать? Я хотел сделать акценты на том, чтобы у человека есть мотивация от и мотивация к. Если, во-первых, вы точно знаете, о чему вы хотите уйти в своей жизни, что вас не устраивает. И не писать, что не устраивает. Да? Низкая зарплата. Признаться самому по поводу окружения. То есть я могу сказать, что у меня были типа друзья. Ну, по факту, они не были друзьями, потому что что они делали? Они дружески меня спаивали и суливали. Во-вторых, они отвлекали от моей мечты. Все, о чем я мечтал, что они говорили? «Фигня? Не нужно. Зачем? Не получится. Я хочу поехать на море. Зачем мне море? Мы здесь, тут у нас речи и так далее». Понимаете? То есть вот эти моменты, где тебя присуждают. Это называется, знаете, про трех товарищей, которые попали... в дерьмо попали? И они начинают влазь, а все так говорят, мне они волнуют, покойся. Поэтому здесь очень важно определить конкретно, что вас не устраивает и где вы находитесь. Вот истинная мотивация большинство людей, вот смотрите, как Спартак, да? Проблема Спартака. Знаете, почему он не победил? У него была мотивация уйти в от. у него надоело быть рабом, у него надоело справлять его настоящих друзей, убивать, либо его заставляют, убивают. Он видел это состояние рабства. Но он не понимал вообще, к чему он придет. Он не был никогда свободным, чтобы ощущать эту свободу. И его не устраивал, когда живут императоры, потому что он видел, как жили богатые люди. И он как бы недовольство было такое. Поэтому здесь была раскупассировка. Истинная мотивация не была, либо она происходит лот, но она происходит максимум на 50%, максимум, а иногда на 10%. И поэтому люди, которые у нас приходят с обычной работой, то есть мы такие довольны, что ему не нравится его работа. Мы его мотивируем. То есть у тебя плохая работа, будет самим у тебя больше доход. Он доходит до звания директора, 7500, и если какой-то летний период, опа, и сразу там 5000, или 3800. Понимаете? А дальше не двигается вперед. Потому что он четко для себя не зафиксировал, что он хочет на самом деле. То, что Наталья сказала, истинные желания, которые глубоко, и мы воспринимаем на уровне своей ветки. И если мы точно фиксируем конкретно, чего не хотим, и что мы конкретно хотим, вот это позволяет вам создать пружину. Пружину, похожую на сердце, которая постоянно делает движения. Сердце, но делает несколько миллионов движений в течение жизни. И это заставляет кровь вращаться по вашему телу, весом от 50 кг до 120 кг. И это заставляет вам жить, наслаждаться жизнью, дышать и так далее. Поэтому, если здесь поставить, допустим, мотивацию здесь, к чему-то, или здесь, то это будет не та пружина. То сердце либо будет медленно стучать, и может остановиться. Сердце бизнеса. Тело может будет работать дальше. Но сердце бизнеса. Либо если сильно чрезмерно, тогда будет вот этот момент, когда сердце может разорваться. Инфаркты, миокарты, и все остальное. Да? Инсульты и так далее. Поэтому, вот этот очень важный момент, чтобы вы зафиксировали. Мотивация ОПК. Если она ясна для вас, и то, и другое, вот тогда можно рассчитывать, что человек пойдет в 115. Все хотят быть в 115, правильно? Планируйте, кто хочет. Определите для себя вот эти две концепции. Они должны быть для вас ясно прописаны. Ясно прописаны, это, допустим, как мы говорили, что 100 мечтаний, которые у вас должно быть. Каждая мечта, она может быть глупой фантазией. Если мечте не поставить, сколько она стоит, и сроки, которые вы хотели бы достичь. Понимаете? И самое лучшее, что, когда я встречаюсь с людьми, почему акцент делается на полном успеха? Это фокусировка и реализация ваших планов. Любую мечту можно материализовать. Вот, допустим, многие говорят, моя мечта помогает своим родителям. Конкретно, в чем выражается помощь и ревитетель. Ну, я хочу им помочь. То есть, они будут не приезжать. Конкретно, что ты будешь делать? Да, им надо, крышу поменять, чтобы не протекала. Во-вторых, надо их в санаторий отвезти. Это тоже стоит денег. Понимаете? Сделать операцию для них, чтобы они не пахали на огороде. Может быть, надо выделить лишних, там, 500 долларов на леношки, для того, чтобы они нанимали других работников, которые будут копать картошку и все остальное. Понимаете? Чтобы сохранить и продлить их здоровье, их жизнь. Поэтому все вырисовывается в большинстве случаев материально. Мы оцифрубуем цифры, мы прописываем 100 мечтаний, сроки, допустим, максимальный срок 10 лет, сумма всех мечтаний свыше миллиона долларов, потому что там дом, машина, туда-сюда, правильно, поездки, обучение детей, помощь родственников, какие-то благодарительные моменты, потому что чем выше статус, тем больше вы думаете о благодарительности. То есть, если человек в топ-15, это обязательно уже как в топ-15, уже какому-то детскому дому помогали, финансировали какую-то поддержку и так далее. По крайней мере, на вашем уровне это гуманитарная помощь в отношении к своим родственникам. Да? Забытыми глазами дают, но ничего не прошло взамен, лишь бы, то есть, вам было лучше. И, если вы определяете, допустим, миллион долларов или два миллиона долларов, вы смотрите, открываете план успеха и сравниваете. Может ли дать план успеха то, что вы желаете? Может, оказывается. Это единственная компания на русскоязычном пространстве, которая не только обещает, а выплачет миллионы долларов. У нас миллиардов много. Если я покажусь в сотне самых лучших лидеров, в 20 самых лучших лидеров мира, то это означает, что есть еще другие люди, которые зарабатывают миллион долларов. Понимаете? И поэтому очень важно, что реализация есть здесь, в плане успеха. Вы смотрите и расписываете, за какие сроки вы это сделаете. Вот так это будет проще. Когда у вас будет мотивация к чему-то. И, конечно, надо понимать, мы говорили сегодня о миссии, о предназначении. Что, как-то, ваша цель, которая двигается, чтобы они не были в разрез к тому, что вы на самом деле хотели бы... Вот есть такой момент, что-нибудь интересное. Это такой очень глубокий момент. Я сейчас хотел задать вопрос. Представьте, пожалуйста, что вам сейчас 90 лет. Кто представляет? 80. А кто 80? 90? Скоро, что за 100, как я не делю, может. Я стройный, смутный, всегда в лассе. Я на себя представляю. Я внука плаваю, там по 5 километров я плаваю каждый день. То есть, у меня куча внуков, я несли отношусь на руках и так далее. При этом еще Наташа, у меня еще... Да, расскажу. Вы знаете, у нас ассамбле проходит конгресс. Крезидентский конгресс. В принципе, туда можно попасть каждый золотой, если будут сильно стараться. Доступные возможности. Поехали туда. Приехали, населились, все в порядке. Благодарили русским директорам золотым. Они пошли купаться. Да, не знаю, в этом связи, доводили ягейское. Свидетельное. И они громко разговаривали между собой на русском языке. Ой, холодная вода. Там был ноябрь месяц, там где-то 17 градусов, кажется, было ли 14. Ой, холодная вода. А там... Наш, покормлен, даже вар. 14. Абсолютно. Абсолютно, да. И они громко на русском языке разговаривали И мужчина подошел, 78 минут, подходит и говорит, вы русские? Да. Я так понял, это какая-то успешная компания. Говорит, это компания Reflame. Говорит, а СВК Алексей знаете? Я говорю, да, он при этом будет спикером выступать. Я на протяжении последних шести лет вел переписку со своим дядей. Он живет в Швейцарии. Сам он жил в Украине, его родители, потом они были. Не родной дядя, а там какого-то поколения. Четырехюродный, да, так если вы так знаете. И он поехал в Словакию. В Словакии была революция, когда он был студентом. Помните те движения, когда на панте доверили студентов. И он эмигрировал в Швейцарию. И там продолжил обучение, завершил институт и пошел по обучению. И сейчас он профессор, получает 20 тысяч евро, у него пенсия в Швейцарии. И он каждый год едет в разные страны. И у него зафиксировано. Четко в ноябре, в каком-то период времени, он встречается со своими одногруппниками. И они в Турции проводят ревер. Да, он ездит на Сицилию отдыхать, то есть по-разному, да, весной. А осенью туда. Ну, мы с ним просто переписываемся. Я мечтал поставить туда поехать, конференции пока в Швейцарии не проводились, не пересекался. Но мечта у меня была такая. Если ты об этом думаешь, это произойдет рано или просто. Если раньше родители мечтали о квартире, они получали ее через 20 лет, то сейчас мечты осуществляются максимум через 5 лет. Ну, так и произошло. Он узнает, что я есть. Он приходит в гостиницу и говорит, мне пожалуйста, сверка Алексея. Они начали там на русском, на английском набирать, нашли, телефон дали. И как раз так получилось, что мы собирались... Наташа взяла трубочку. Мы не знали, мы были на семинаре, почему-то выскочили в обед и решили на 3 минуты заскочить в номер. Случайно? Случайно, да. Ну так, говорится случайно. Он как раз позадил этот момент, сказал, Алексей есть, Наташа говорит, есть. Мы с ними встретились. И как раз событие произошло. Прихожу, и я себя вижу в будущем. Ну, крови одинаковые, поэтому я вот так анализирую, кем я буду. Наташа сразу говорит, ты смотри. Он спортом занимается. Плавает, бегает. Там такие мосты, 78 лет. Выходят 60, это максимум, что им можно отдать вообще. Жена у него валерина. Вот еще у нас женщина говорит... И она говорит, я приезжаю в Турцию, мне нравится здесь отдыхать. Но я, она говорит, здесь в Турции дешевле всего можно купить качественную Амегу-3. Он себя чувствует в мужской форме, и поэтому он подкрепляет себя... После лет молодости я очень много, каждый день я живу много лет, Амегу-3 каждый день. Но мы решили ему там сделать подарок. Он там вообще сказал без ума. Так что я хочу сказать, что когда я увидел его, я понял, как я должен сегодня действовать для того, чтобы вы так молодо-аналитично выглядите. Вот, и есть такой внутренний разговор с собой, да? Вот представьте себя 80-90 лет, представили, да? А теперь представьте себе, представьте себе, что у вас есть, у вас двое. Вы сегодня и вы 80 лет. Представляете? А раздоверение можете сделать? Посмотреть на себя со стороны, да? Вот этот человек со стороны смотрит на вас, вы представляете, да? Кстати, как вы себя представляете? Кто может написать? Вот, Алексей, ты можешь написать? Ну, похож на отца, скорее всего. Хорошо. Что тебя окружает? Ну, я представляю себе, почему-то за границей. За границей. У тебя там особняк? Да. Что там еще там такое? Элеметры есть? Ладно. Хорошо. Есть? Все, отдача. Так, хорошо. Так, видение, да. То есть, в благополучии все, да, идеально? Да. Вот шикарный благополучие, к которому ты стремишься, на самом деле, да, сейчас? Да? А теперь, представь, что на тонких мирах тебе дали возможность, что голосом будущего Алексея, который 80 лет, есть возможность сказать три рекомендации. Вот что ты сказал бы сам себе оттуда, с будущего, в настоящее. Какие рекомендации, которые помогли бы, это такие фишки, которые помогли бы тебе, вот такие какие-то теплые слова, которые заставили тебя лучше двигаться, чтобы обязательно достичь этого благополучия. Три фишки. Работает больше? Да. Больше? Больше? Да, 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 береги здоровье. Береги здоровье. Здоровье. Береги здоровье. Так, береги здоровье. не могу сформулировать, но связано с Ириной, люби Ирину больше, береги ее, если так доегай. Я зависела. Нет, я опять шарляжу. А, я не монтажирую, что сам Ирия. Вот то, что ты говоришь, это материальное, это живое. Вот то, что сейчас он сказал, это живое, и то, что вы будете говорить сами себе, это уже живое, только через некоторое время. Его нельзя уничтожить. Оно уже материализовалось, и оно уже сформировалось. Вот большая причина того, что многие новички, они говорят тебе, они материализуют неудачу. Они говорят, наверное, не получится. Поработай чуть-чуть. Вот полгода поработаю, покажу вид, что я попарался что-то сделать. Понимаете, это одно из опасных инструментов либо для неудачи, либо для счастья. Поэтому здесь, если правильно подойти к этому вопросу и пересадить на картину, тогда вы будете двигаться вперед. Видение – это самое главное, что есть. Знаете, что наши основатели просто медитируют? Они занимаются медитацией. У них есть картины будущего, они видят то, что произойдет потом. Но когда ты знаешь, что произойдет потом, тогда, возвращаясь обратно в свое состояние, ты допускаешь уменьшую ошибку, ты становишься более эффективной, и ты понимаешь, с какими людьми работать, какие действия принимать, решения и так далее. После встречи дядей у нас был ужин, мы с ним общались, выговаривали о целях, как жизнь прошла и какие дальше цели. И после некоторых разговоров он очень сильно нас с Алексеем промотивировал работать в Алифлэне. Знаете как? Ну, как всегда, мы уже общаемся на тему, как жизнь прошла. Он для мира сделал очень много научных открытий. Вы можете написать, что Борис, хотя он вас будет отвлекать работать. Но он в плане климата Европы, климата мира... По климату, какие-то разработки. В общем, он всю жизнь, лет 40, 50... Его обважали только Нобелевский лауреат. То есть вот как бы в очень таком продуктивном ритме он жил. Не просто теоретик, а очень много полезного сделал. Да, у него в миссии потенциал для жителей, для государства, для страны, для мира в целом. То есть он выполнял и шел по своему предназначению. У него был на этот потенциал и так далее и так далее. Из-за этого благодарность ему пенсия от Швейцарии 20 тысяч евро в месяц. И он себя чувствует королем. Я не могу сказать, когда он умрет. А что дальше вот там? А как потом? Если вдруг что-то, как-то... Все продумано. Я говорю, да? Так с вами как? Пенсию эту будут выплачивать моей жене. В Швейцарии это. Если с кем-то из супругов что-то случается, то пенсию супруга платят другому супругу. Он на меня смотрит. А что потом? И потом ничего. Я говорю, а у нас в Арифлее этот процесс будет платить за детям эту сумму, внукам. Он на меня смотрит и такого не может быть. Это нереально. Как это? То есть он считал, что максимум, что возможно, это вот, что жене будет пенсию платить. Ну а о том, что сейчас выплачивают очень многие лидеры, уже 40 исполнителей бриллиантов определенных зоников фонда, и, ну можно сказать, ничего не делают по тренингу с манологами, то деньги все равно компания платит. И никто не спрашивает, сколько стренировок, сколько звонков, как, чего, что, все четко по часикам, тик-так, тик-так, каждые три недели не перечислили. А они ходят, занимаются, группы вызванивают, нас мотивируют, целуют, обнимают. А мы там, да, не знаю, я подумаю, я вот как-то, где-то что-то, где-то как-то меня не... Промотивируйте еще раз. Вы понимаете? И деньги дальше будут продолжать платить, дальше. Но это немножко потом. Законы бизнеса, законы денег в основном блоке. И я промотивировалась, я поняла, что мы находимся в нужном месте. За это надо вывести, да? Давайте подпишем. А мы не бываем, а мы знаем. Мы это сделаем, мы это сделаем, мы это сделаем. Эта лица представьте в будущем, включим iRyFlame? То есть точно, да? Они как-то результаты, что ну, когда, хоп-хоп-хоп, да, iRyFlame, а потом мы это сделаем. В результате, достучив всех обеих государств, а он будет расположен, он будет нам больше добавлять энергии новых людей, которые будут появляться в нашей организации. Это знаете, как летают в воздухе энергии, так летают, летают энергии новых людей, потенциальных, которые ищут, которые заблудились, которые сидят с его виновами, говорят, Боже, мы летаем, куда мне здесь, что мне делать, чем заняться, мои пути, я ошибся, я вот в 20 лет ошибся, я шел до 30, я ошибся, куда мне, что мне, энергии в воздухе летают. И чтобы нас услышали именно нашу энергию, мы должны погромче ее впустить во всю энергию, и тогда эти энергии как-то светутся, и нас где-то пересечемся с этим человеком по нашему жизненному пути, и он будет в вашем пути. Свет на местах просто не бывает, если вы выгоняете тараканов, на местах тараканов появляются ангелочки, которые думают, ну, где бы вам помочь, чтобы добавить новых лидера вашей реализации. Мы хотим с вами победить за еще одним очень главным, важным секретом, который мы для себя открыли в последний год. Риторический вопрос, хотите ли вы, чтобы у вас всегда была энергия? Хотите ли вы, чтобы работа казалась сказкой? И жизнь вообще, вы считаете, что бы это удалось? Хорошо. Мы сейчас сделаем маленькое упражнение. Напишите быстренько у вас на листике ответ на такой вопрос. Отчего я получаю удовольствие? Простой вопрос. Отчего я получаю удовольствие? И ответить. Хотя бы 10 пунктов. Ну, кому-то сложно, хотя бы 5. Отчего я получаю удовольствие? Отчего я получаю удовольствие? Отчего я получаю удовольствие? Кому сложно писать? Вот честно, ну так, сложновастно. Вот сами себе ответьте, если вам сложно писать. У вас в бизнес идёт легко? Сложно. Да, это очень взаимосвязно, сейчас объясню вам. Это не наши слова, это мы обучались очень дорогостоящим, ну да. Тысячи долларов, да? Это то, что в жизни всё просто, да? И когда ты смотришь за руководством, один из руководителей компании Арифлейм сказал такую фразу. Не усложняй свою жизнь. Жизнь гораздо больше, чем ты думаешь. Путь к президенту в Арифлейме – это путь к себе. Это не идти к чему-то такому особенному, что очень сложно и так далее. Если вы будете чувствовать себя, вы станете президентом. Потому что вы будете делать то, что вам нравится. Понимаете? Вам же нравится помогать другим людям, чтобы у них был результат. Правильно? Вам же нравится делиться позитивом. Вам же нравится находиться в окружении. Вам же нравится помогать своим близким. Вот это очень важный момент, что путь к президенту – это путь к себе. И вам очень важно в этом разобраться. Я вообще заметила, Бордо, что о том, что сейчас скажу. В принципе, вам интересно. Вы знаете, мы знаем раньше, но когда ты за это заплатил деньги, мы там поехали и оплатили. И там гениальный ещё секрет, и мы его услышали, да? Это могут помочь, когда оплатишь деньги, и получается значимость. А помните, не помните, у нас как на практике? На значимости, знаете, сейчас я хочу добавить, что есть такие люди, которые приходят в ресторан. И, допустим, стоит 200 долларов, а у нас уже на стол 500 долларов. Ну тогда он будет ощущать кайфа в 5 раз больше, чем тот, который заплатил такую-то сумму. Понимаете? Значимость – это когда арабы, покупая машину, они сразу говорят, «А я плачу два раза дороже». Такую же самую машину. То есть это очень важный момент. Поэтому, если где-то семинары по рекламе дорогостоящие, радуйтесь. Радуйтесь, потому что значит… Слушайте, больше щелчков будет на лове. И даже когда мы общаемся… Вы же не так ответы, правильно? Вы же ищите серьёзные вещи. Поэтому это очень важно, когда они значимы. И когда мы общаемся с нашей первой линией, мы им сколько текста говорим? Ну вспомните, да? Сколько мы им говорим текста ежедневно. Но как только у нас есть глубина 4-го, 5-го уровня, они на нас молятся. Они просили, Наташа, ну пожалуйста, ну только на одно электронное письмо ответить. Или можно двоих 15 минут времени, 15 минут, всё, любая линия – это 0, как я… Там декор у меня вот есть такой. Восьмая, девятая. У меня двоих 15 минут. Мы встретились. Полчаса. Мы говорили, ой, только чёткие вопросы, четкие ответы. Я сказала то, что я говорю в своей первой линии почти каждый день. Он сказал, Наташа, после этих слов я точно сделала программу. Вы понимаете, хотя, ну казалось-то, да? Но вопрос готовности услышать и насколько дорого было, тяжело получить эту информацию, да? Или там расстояние между спонсорами, или просто денег, да? Когда человек сильнее, да, через сложницы, да. Чем труднее достижение, тем слаще поддерживать. Почему женщина любит своего ребёнка? Потом. Не в первой мере.